В 2013 году Раис Гениатуллин выкупил собственность гаражи и землю под гаражами и открыл собственный автосервис. На территории, куда прибывают автомобили, был установлен бессрочное соглашение – сервитут. Но с приходом нового владельца всё поменялось. Он начал запрещать Раису Гениатуллину и его арендаторам въезд в гаражи. При этом по нашим документам никаких запретов нет. Новые владельцы свои документы не предъявляли, отмечает Челнинец. Они говорят, вы больше отсюда проезжать не сможете. Вот так. Прямо говорят. Мы выкупаем эту землю. Это же незаконно. У меня есть документы. Гаражи у меня в собственности. Под гаражами земля в собственности. Вот они документы. У меня все документы на руках. Сейчас Раис Гениатуллин никак не может попасть в свои гаражи. Ни он на своей машине, ни клиенты. А некоторые и вовсе не могут забрать свои автомобили, так как перед гаражами установили бетонные блоки. Люди оставили после ремонта машину и не могли забрать машину. Это на машине уже сколько получается? С 14 ноября они не могут забирать эту машину. Как отметил хозяин гаражей, с другой стороны заезжать в объект тоже не получается. Когда покупали, они же давно построены были. И уровень гаражей этой стороны ниже, чем та сторона. С той стороны никак сюда не заедешь. Высота 70 сантиметров. Никак мы с той стороны даже сюда заезжать не сможем. За разъяснениями мы также обратились к юристу. Он пояснил, что собственник может требовать устранения всех нарушений его прав и что любые доводы собственника, соседи и требования должны учитываться законными интересами и правами других лиц. Считаю, для начала необходимо понять, кто выставил эти блоки. Если никаких информационных табличек нет, необходимо обратиться в полицию, поскольку вышеуказанные действия нарушают права собственника. Полиция, в свою очередь, зарегистрирует нарушения, опросит собственников и свидетелей. Как отметил Ильнар Сафин, если это окажется намеренным и незаконным действием, то в таком случае лицо может быть привлечено к ответственности, в том числе к материальной, по устранению препятствий. Также необходимо параллельно обратиться в архитектуру муниципального образования Росреестра БТИ для установления границ участков и их правообладателей. Если есть пользование сервитут, оно также должно быть зарегистрировано, подытожил юрист. Азиля Шаймухаметова, Кирилл Хабзи, Новости, Набережные Челны.